Если нашей Вселенной 13 миллиардов 700 миллионов лет, то возраст этой черной дыры, известной как UHZ-1, всего на 500 миллионов лет меньше. Еще более поразительным для ученых стал размер этого монстра. Она в 10 раз больше, чем черная дыра в центре нашего Млечного Пути. Такие данные получили благодаря космическому телескопу НАСА имени Джеймса Уэбба и Космической рентгеновской обсерватории Чандра. Результаты исследований подтверждают теории о том, что сверхмассивные черные дыры существовали уже на заре Вселенной. Астрофизики считают, что масса этой черной дыры составляет 10% массы всех звезд в галактике. Предполагается, что она образовалась из колоссальных облаков газа, которые появились в результате столкновения двух галактик. Два космических телескопа Джеймс Уэбб и Чандра использовали технику, называемую гравитационным линзированием, чтобы приблизить область космоса, где расположена галактика с черной дырой. Метод заключается в том, что свет гораздо более близкого скопления галактик помог увеличить нужную область, расположенную намного дальше. Телескоп Джеймс Уэбб запустили в 2021 году. Он находится на расстоянии 1 600 000 км от Земли. Это самая большая и мощная астрономическая лаборатория, когда-либо отправлявшаяся в космос. Она видит Вселенную в инфракрасном диапазоне. Чандра гораздо старше и у неё рентгеновское зрение. Этот телескоп начал свою работу в 1999 году. В том же году НАСА представило его первое изображение сверхновой Кассиопеи А. Спустя почти четверть века этот телескоп всё ещё вносит свой вклад в изучение Вселенной.